Я всех приветствую. Это судебное заседание сегодня о продолжении досудебного расследования. То есть следователям хватило доказательств, чтобы закрыть людей, сразу же посадить моментально в карцер. Но когда дело подходит к рассмотрению, оказывается, что немножечко не хватает, поэтому хотят еще продлить. Сегодня здесь будет и Юрий Иванович, и я одновременно, для меня тоже это удивительно, что всех в один зал. Ну, посмотрим, как это будет. Группа подтримки. Можете помахать ручкой. Поэтому так, я уже не буду выключать. Сейчас я еще, друзья, покажу. Тот самый суд, который мне выдал, значит, освободил под залог, а Юрий Иванович продлевает и продлевает. Тех, кто присоединяется, приветствую. Сегодня решат, будут ли продлевать досудебное расследование, или уже передадут и будут рассматривать по сути. Сейчас спросим у адвоката. Здравствуйте. Ваше мнение, надо продолжать вот это досудебное расследование, или уже надо рассматривать по сути? Я считаю, что все необходимые следствия действуют проведены. И было очень много помилов по вопросам, по продолжению сроку, сроку досудового расследования. Я считаю, что данное сопротивление является противоправным и не оборудованным. И есть подготовленные, подготовленные ответственные запрещения у нас. Сейчас мы будем рассматривать и удивляться, что следствие суде отмолвает о продолжении сроку. То уже по сути рассматривали. Так, справа, венуальный акт до суду для проведения судового следствия. Какие ошибки можете перечислить основные? Сейчас будет заседание. Основное, это то, что следствия, что следствия, как основа для продолжения, это сложности. Но, по сути рассматривания, в разе сложности, продолжается сроку досудового расследования до трех месяцев, а в разе особливости, уже следствия судей, до шести месяцев. Тут еще раз помилился. Далее. Тут я тут обронтовую питание сложности. И дальше, кто-то, кто-то, что удастся. Нее, следствие, мы должны должны быть каждым необходимым, как он означает, это процессуально или следствия, дие, обронтовать. И обронтовать, за каких-то представ, он не стоит за два месяца, но проводится тут, что иначе следствия. И вот тут есть такие очень интересные моменты, что даже за два месяца, мы сейчас про это поговорим, что за два месяца расследования, у группы 11 следствий и 8 и 7 прорывов. То есть, заголовно, 18, которые за два месяца не достигли провести огляд в честь, выученных в час обшуки. Ну, это просто... Абсурд. Да, там Кравченко и еще одна женщина и человек там еще. И еще относительно двух, я так понимаю, что было выделено в окременное положение, и оброновальные акты уже направлены до... Там, я так понимаю, с угодами. И тут зараз на пустой плане, мы так разумеем, закусник у вас есть, да? Да, 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 есть, есть. Так, друзья, вы услышали? Ну, секундочку. То есть, есть помимо Котова и меня еще два человека, которые пошли на угоду здесь следствам. Ну, то есть, сказали, отстаньте от нас, давайте мы подпишем. И это уже, наверное, трактуется как тут большая победа. Ну, тогда будем наблюдать за вашим выступлением. Благодарю за информацию, друзья. Вы услышали, да? Допустили ошибки. Вот, адвокат мой пришел. Да, ну, хорошо. Да, захисли. Какое, просто, что-то не меньше. Вот, да, вот, все. Да, наверное, сюда это питало? Да, правда, у меня шо, супер, я буду снимать. Я буду даже такую. Садись, садись, я буду ставить. Ага. Ну, что, студию? Ну, что, я тут. Ну, а так вообще здорово, Косик. Спасибо. Памятка. Памятка? Нет? Да, правда, я. Да, да. Ну, лучше сдохнуть, какая-то. Вы достойте мне памятку? То, как-то мне без памятки не то. Что же это? Памятка. Что? Спасибо. Мне с вами, наверное, нельзя общаться. Как вы все? Наверное, нельзя общаться. Мне, наверное, с вами нельзя общаться. Ну, вот, страшные люди запрещают. Так, ну, друзья, вы видите, народ собрался. Все на месте. Секретарь, адвокат есть. Пока что место, где будет Юрий Иванович пустует. А вот Юрий Иванович. Ну, а что это, Юрий Иванович? Ну, а что это, Юрий Иванович? Да. Можно? Я сидел. Можно? Можно. Можно общаться? Погода. Я не хочу. время друзья значит из народом буду сидит и мне тут комфортнее сири иваныча мне рекомендуют общаться тоже есть договор так что я не могу общаться не с ним не с подозреваемыми другими вообще не знаю поэтому или он сотрудник сбу который ведет следствие я там буду Программа «Просто обратить внимание, сторона защиты, сторона обвинения имеют разные социфуальные права. Какого кема? Вот эти люди сидят там, а я здесь. И это следователь, который должен соблюдать все процессуальные права. Вот вам столоминное правосудие. Слышали такое? Соломинное правосудие. Масалевская, которая давала два месяца, сподобилась, и я сидел там. Агафон, некий тут символ правосудия местного. Он сказал, тут сидит. Понимаете? А вот теперь посмотрим, кто где будет сидеть. Если вы меня сюда заточили, то она у меня сюда вообще прогрессирует. И витимизирует все ваше оконодельство. Я смотрю по делу, здесь есть несколько участников, да? Узнаете? Так чего они там, а я здесь? Что они там, а я здесь? Игорь Иванович, а здесь кинутруется? Все, все. Все, 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 все. Все, 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 все. Все, 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 все. Как бояться сообществами. Да, мы смотрим еще, что это такое. Да. Что это, что мы там? Новосельце. Так. Костромэска, Эдминакова и Кравчинск. Все, дякно. Можно подавшись? Да. Заходите. Что записывали? Я же не понимаю. Здравствуйте. Просто ваше доводите посвященное СОБУ. Мы ее много чесно стоим. Ее яка документов не мучается. Мы, 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 заинтересоваться, стоим. Что то, кто то, кто то, что это? Мы, по-соборот. Мы, по-соборот. Мы, по-соборот. Вы знаете, суше вибрацию. Я выдержу на через множество мнений. Выберите était в поднятие, и за это, мухаме было не было. Потом ты встретиламенитый по-другому подвешиваю науке. Я была в инешении, но я бодрировал ее, ну что-то у него на протяжении, вы могли бы сказать одно. Я не могу говорить. появление субъем памятки судебная охрана здесь уже охраняют сотрудники сбу то есть вот такая вот интересная конфигурация на месте прокурора сидит следователь изгул тот который ведет дело ведет счет белыми нитками давайте будем откровенными соответственно соблюдая гендерные параметры женщины очень интересно так что вы видите на руки что то есть я так понимаю наверное где-то его лечат все-таки же возрасте наша позиция просто если у них нашлись силы закрыть людей моментально сразу арестовать повести обыском закрыть значит у них есть доказательства поэтому зачем еще что-то подложим и и и и и Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 законаorman Джекома корминарии акцентальна закона уже прошу повернуть данные по питания IM на опрацювание и соответственно до дотриманного воевания акцентальна закону данные по питанию спаризировать окрім того и повернение данного по питанию на сегодняшний день не будет поручения в разумности сократии не будет поручения вahh Досудово целью завершиться 23 вересня сьогодні на 16 вересня і так у разі повернення опалу данного питання ти ще має більше достатньо часу для того щоб посудовувати недолік та звернутися досуду з відповідним плопотанням дотриманням вимогу кримінально-процессуальних законов зменшую знову ж таки вимогу кримінально-процессуальних законів відповідно за 5 днів до завершення проходового цели. Квін тоже звернув увагу на те що органи слова цели не скористаться своєю можливістю продовження до трьох місяців відповідаю слово прокурора а відразу чомусь перекладає вказані вказані рішення що має приймати слідчий суддя чомусь знову ж таки прошу дане клопотання повернути відповідно знову ж тільки до частини 2 інспекці 295-1 слідчий суддя це не вишив що клопотання подане без додержання вимог цієї статті повертай його прокурора в свідчому про що постановлю його тому що нас тут прошу спершу визначити вирішити це питання приводу дотримання закону з випадання клопотання відповідно до прийнятого вами рішення вирішувати питання щодо подальшого раху ще раз приводжуємо в тому що ви знаєте саме сполучення на цьому клопотання відсутні в описовій частині клопотання слідчого пункти 6 7 8 частини 2 статті 295 примодив вони абсолютно проігноровані не розписані і не зазначені чи кримінальний закон вимагає чіткий перелік що має бути в клопотання а саме прізвища дня по батьків підозрюваного друге на іменування кримінальне провадження вони відсутні в клопотання вони ну може з різних клопотання але оскільки я читаю готово він почав надавати певні пояснення суду після того коли суд додав запитання слідчому що заважало зробити пораніше однак кримінально-процессуальний закон не передбачає таких питань слідчим судей практично це слідчий мав обґрунтувати письмово в клопотанні коли його ініціював тому що він мав дотриматися вимог кримінально-процессуального закону під час безпосереднього складання клопотання в даній пункті відсутній взагалі в клопотанні а відтак дискутувати з приводу своєчасності чи не своєчасності проведення слідчих дій на мою думку в даному випадку я радуцільним відповідно що слідчий взагалі не зазначене клопотання тому прошу тут два ріпоти інший витосник це спільна думка чи вже доповнення так так ваша честь це думка спільна крім кисла ваших тиск я вам управляв спрещення це це 13 артушів в полному тексті я не буду запрещувати все я хотів би ще доповнити зараз приведу про питання що так так я підтримаю це на сторінці три у моїх спрещеннях є ті ж самі підстав підстави там я відбував це пункт 6 7 8 ось може 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 стисло отримати та долучити це перший пункт на що посилається слідчі отримати розсекречення ухвали кільського напеляційного суду а ще щось тобто у даному капітанів виваження є вже розсекречення ухвали і для їх утримання у прокурора і спільшого розвід заходження з прокурором ще два тисячі є не всі з нами є встановлена інструкція про організацію відповедення непогазних власних і ще там шуткових дій вона вона затверджується спільним наказом там і та негенеральна прокуратура Міністерів 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 Страх усі є це я зазначаю на спільство 4 є певні строки для для розсекречення і де де передбачено в даній інструкції що матеріальні інформації мають бути розсекречення максимально стислий строк але але найбільше 10 діб з монтажем підтримання прокуратами а в даному капітані вони вже є розсекречені то тобто так буваєте десь у прокурора не є непільно і що для цього два місяці щоб переслати сністюм і і долучити демотаранційне на уваження я не зміг далі щодо обшаків дуже ручно ви сказали що запитали щодо обшаків у даному кримінальному уваженні діє діє група з одинадцяти сністю і ще є сім крорик тобто загалом 18 всіх лікарники за 20 тиці не коли вогляд і влучений доходів він сподів на обшаків термейків далі пропустимо так що ще триває погляду де він де починний спільшим розпочатим протоколом я тут де дата час початку це все те що не зазначає піччі це все уявне якесь там щось там входиться і так далі далі пункт 3 це я це не перевішую пункти про веб-ресті інші спільші розшукові дії тут мається в базі я так розумію що це підчасовий доступ це процесуальна дія і які якісь там умови і так пішло в шоки теж в жодному пункті не значено як зазначав мені флега не там зано знаю значенням цих процесальних дій для розгляду це пункт 6 частина 2 статті 295 ст.1 строк нам вхидає для проведення завершення процесальних дій це пункт сьомий і також вставами це найполовніше що перешкоджали здійснити ці процесальні дії раніше це пункт 8 тобто в жодному пункті так це також пункт 4 і встановити інші-інші пусі ну що заважає виділить конкретного вкладження і заблинуванням актів направити до суду і встановлювати хоч розпочував першорік ще чи скільки там цих там умовних пусів і також це сам мої інші пункти проявляє статті інші слідчі дії це все повинно бути конкретизовано ми передаємо строк як я б зазначав відповідні обставини що перешкоджали інші раніше також я на першій стринці і в другій я прошу звернув вашу увагу що згідно частини четверти статті 294 КПК строк до строго рослина і можна бути підкоджений до трьох всі ці якщо її оброблено можливо так це перша прям статтня сторінка визу якщо його найможливо до кількість наслідок складності повадження або до шестині наслідок особливий склад тобто в даному вкладку слідчий посилається на складність тобто елітічну мислю якщо елітічну мислю тоді то в даному вкладку строк до досудового стріляння повинен підповідати прокурор а не слідча а не слідча ці взагалі і так він завершає що слідчий пропорослужити строк до чотирьох місцевих без посилання і без обґрунтування наступливої складності взагалі тому що це губа і ваша честь ще зазначає що це все відбувається на фоні як мій накисний вже два місяці майже два місяці відбуває під авторю з важким діагнозом і не сподіваючи на це спічні заповочення з прокурором звертається без всяких обґрунтувань за таким плопотанням іще мене обкуряє те що судове засідання не відрішує як як я пишу прокурору я майже 10 років років працював до всіх порівців органів не звернути це тобто я вважаю що ви можете як і повернути є всі підстави для повернення попитання так і є підстави для відмови на мову питання прошу розповідати всі заперечення всі 13-там пущенки дякую я вставу я вставу я вставу я хочу я вважаю я вважаю я вважаю я хочу навіть править як проти що Наступно. У нас запись на том заявлено вопрос о поведении взагалей вопроса, которое подано следствием. И мы сейчас делаем вопрос о приводе вопроса, которое заявлено в ответственности. Мы вырисуем вопрос о приводе этого вопроса, и потом будем рухать. А мы не будем... Не-не-не, я хочу пояснить, почему я поддерживаю то, что это... Почему-то все вот это, это все укрытие за... Значит, 7 страниц, вот тут 150 с чем-то страниц, 153. Из них 7, вот это новая хрень, которую они написали. Больше половины там новосельцев, там то-то-то-то, ладно. Все остальные, 153 минус 7, это просто ксерокопии спидозры. Просто. Значит, зачем создается вот такая ксерокопия, надо, что мы тут... А по сути 7 страниц, я процитирую. Я думаю, вы не будете возражать. Там, по судовым расслеживаниям, установленным расчетом Страмыцкой, там ля-ля-ля-ля... Да, кстати, в Армагадын Украины. Ага. Вот. Не пизмишь это 01-04-22-го. То есть 1 апреля 22-го года берется за некую знаковую отметку, когда у меня с новосельцев возник какой-то... Ну, по сути, у Прориспаджатовича. Хочу обратить внимание. 28-я криминальная часть ТАРА, да, запопрыгнув новую группу России. Так вот. Особенности работы на телевидении, я думаю, не надо быть специалистов, чтоб понимать, что... Ну, конечно же, мы договоримся, что такой-то день, в чат, мы встретимся и проведем нашу беседу. Дарим репортаж с ними. То же самое касается передач. Как я мог... Ну, если вы с Жаном договорились снять на такую-то тему передачу, как я мог не договориться? Я ж не могу ему позвонить, встречаться в ночи с Жаном. Хорош, там придергивать, давай. Давайте еще раз. Зоспередуемость к этому вопросу, я заявлено вашим запрессивником. Вы переходите... Я надеюсь, что будет их на ряду приятных заходами. Я не хочу... Чи вернуть клопотами, чи... Вертать её, все равно, я делаю вандалю. Повторить, там, вижу. Повторить и еще, буквально, декілька крювих. Покольно, декілька крювих. Значит, это сенсификация. Все это будущий фигурат. Мы, вернее. Давайте еще раз. Не переходима на обратную часть, в каких-то вопросах. Во-первых, вопросах, вопросах, вопросах. Я же вам, я не перейдуваю на миску. Да. Так вот, что написано по сути. Значит, несколько абзацев они постоянно повторяются. Для чего? Для комитетов листов? Так я процитирую. И у меня, вот, Павел Инпортер, главный специалист и консификатор. Вопрос. Значит, так. Вейсковым, произвав доз протега, вейсковым и правоосторожным органам, за Крымарту, в территориальном церкви, в конфликтах. С каких пор? Каким законам? Или указом влезидентом, минут, очков, ПЦК стали, вейсковым и правоосторожным органам. Ну, это ж мы нарезвлядали. Мы нарезвлядали. Да. Зараз потрясающе правильно. Розвлядати его в занавечении? Нет. Это потом будет выступать. Я чувствую, я поверю, я буду выступать. Ну, пустим опять. Розумею. Я для... Так, ну, сейчас мы с вами сейчас, наверное, не будем выступать. Ну, для чего, я просто буду выступать. Просто смотри, ты треймай меня все. Как я ирогически вернути, он и в то же время. А если вы должны выступать, то вы можете, по сути, вы можете, по сути, вы... И свой же слово тебе лишат. Ну, ничего не сказать, я не могу. Давайте далеко рассказать. Жанр Добиум. Я тут. Я тут. Спочатку вопрос. потому что эта справа будет большей ганьбой правоохоронной системы будет большей ганьбой правоохоронной системы, в решет и решет товарища Полинько опиниться за гратами потому что, я поддерживаю все-таки, что сказал Юрий Иванович это повный фальсификат я вам объясню, чему они нашли доказы, чтобы нас затримать, кинули в карцер меня, слава богу, люди выкупили Юрий Иванович сидит до сих пор, у них были доказательства серьезные основания для того, чтобы всех схватить, задержать, а когда подошло дело уже, давайте в суде рассмотрим, что же вы там собрали у нас нету, нам надо еще 4 месяца понимаете, какой абсурд? Я журналист 20 лет работаю в этой профессии, на 1 плюс 1 на 2 плюс 2, НТН, АТН у меня большой перечень каналов, до этого ни одна власть не додумалась, ни Янукович ни Ющенко, ни Порошенко, это просто позор, то, что они делают, в чем проблема, вот вдумайтесь, договорились мы, вот абсолютно верно, Юрий Иванович сказал об интервью то есть, это заранее, алло, Юрий Иванович, здравствуйте у меня Жанна Васильцев, я нашел ваш номер там-то, там-то, можете дать интервью он, хорошо, по поводу чего, я какие-то вопросы скидываю вопросы, ну это, это стандартно это любой журналист этим занимается то есть, это нам вменяют, понимаете то, что это как будто бы идет договорняк секундочку, секундочку, секундочку я, то мы еще я скажу, то мы еще, разумеется и там просто, просто, что ни возьми из этого материала, там все оказывается вот такое на глиняных ногах, мне просто в чем, я просто хочу, чтобы вы поняли сама основа уголовного дела это интервью, в котором Юрий Иванович рассказывает о незаконных действиях ТЦК так, питание, че вернуть, че не вернуть повернуть однозначно, потому что за весь этот час, они один раз зі мною поговорили, спочатку затримали сказали, что это так, дуже, нам на три допита мае бути, выписали повестки а потом жодного разу до меня не пришли в той карцер потом выпустили, один раз формально зустрялися, поговорили там, ты таки, то таки, то таки ты их знаешь, не, все, гуляй и два месяца я гуляю, я так подозреваю, что если бы я сидел не дай богу там, это было бы по два месяца продолжаться, политическая справа вернуть, вернуть и со временем наказать Доброе, я підтримаю повернути, або скасувати и всех покарати Доброе, давайте объясню, думку инфе Анжеліка Александровна, ваша думка вы підтримаете по питанию за весь этот фонд это было заявлено, что до накидности кстати, столько, столько информации там, непонятной вот, что, я не знаю, она ничем не подтверждена, во-первых вот, и вообще высотная справа а вообще есть такое, знаете, как авторское право да, вот, нельзя выдерживать с контекста, да потому что первичная мысль все-таки, а не слова и каждый человек может интерпретировать любое слово как угодно, понимаете? это его внутренний мир поэтому тут только какие-то факты должны быть то есть, ну вот, питание заявлено незахисникам, что нужно повернути с этого вопроса, я даже и смотреть не стала вот это вот второе потому что там много времени, так сказать Олег Валерий, ваша думка приводит, что все питание, которое заявлено незахисникам на этого вопроса нам потреблено вырешиваться 100% поддерживает 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 Смитский, ваша думка, с приводу благодатия, завязывания записных слов в сведении ответственности, кто дан на обоих Смитский в суде в облачатинах каких-то ОВВ я вважаю, что вопросами пока не думаю это положено за ступень с индивидуальной поддерживает полностью для ремонта криминального процесса и законодательства в новом объеме безпосередине указанность с индивидуальной с индивидуальной культуры это она а 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 он не является законодательным органом, но он отправит решить, что мое предоставление, законодательный чётко написал, что по поведению о своем подозрении, после поведения о своем подозрении, то, что мое предоставление 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 о своем подозрении, Ну ты будешь, пожалуйста. То есть, что ты, мне иди, да? Ну, хочешь, ты, право, и ты согласен. Ну, понятно. Но, для того, чтобы не так, мне еще два месяца, да, им еще там позвали, послухать. Надо просто подбить формально. Вы ничего, 18 идиотов, 18. Я происходил на упражнение. Я просто не согласен. Ваша честь, я вас только фотография. Ты согласен? Он не допустил. Ааа. Ааа. Восемнадцать человек, у него он еще собрался. Дальше нам еще два. А тебе говорите-ка, что через два вы не будете еще два просить. А два месяца мне. Ты видишь, что тут произошло, да? Вот это все последствия диабета. Вот тут вот, значит, я логофорка. И он плевал на международное право, на 8-ю статью КПК, на 9-ю, 10-ю, на право человека. Он плевал просто. Ааа, ну вот будем сидеть и все. Понимаете? А вот это все последствия вот этого всего. Твоего бездействия. Понял? В целом? Все. Все. Реклики или участники. В вашей части. Да. Ну, треба повертата однозначно обоскасовываты. Тому что, ну вот просто вы, чтобы вы понимали весь объем, я вам коротко изложу. У нас есть семнадцатая статья, которая говорит о том, что никто не может использовать военных для ограничения прав и свобод народа. Юрий Иванович, правозащитник, рассказывает мне об этом. Я говорю, слушайте, ну у нас либо армия будет крепостных, которых вот так вот ловят бросать, либо мы научимся ее мотивировать. У нас есть тринадцатая статья, распределить все недра, раздать народу и сказать, что первыми получают эти карточки те, кто на фронте. У вас завтра будет новобранцев стоять, огромная толпа, мы выиграем войну, все области вернутся, все захотят быть с нами. Идея классная, классная. Мне говорят, ты назвал крепостными, а в такое тяжелое время оскорбил, а он говорил что-то про те. И вот это вот они все выдули, понимаете, им надо это все как-то обосновать. В итоге будут сидеть, но вы можете войти в историю с хорошей стороны, поэтому мы вас там ждем. Да. И по-буду, 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 я понимаю, что занимаюсь права защиты. Защитую действие. Понимаете? Понятно, вся моя направленность идет на защиту права свободы человека. Я сейчас все-таки на строительстве, влогик, как говорили, если я в пидор завернил его в этом, по-буду, 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 я, который занимаюсь защитой права свободы человека, Так вот у меня были обычно вот так, там, взгляд на ощадь, там, взгляд на ощели, да? Многие, которые, взгляни, которые против нарушить национальную безопасность. Так вот у меня были руки, передачи на канале, я ищу вас, значит, основу национальной безопасности Украины. Есть закон правословийцев. Это право свободы человека и его честь и достоинство. Получается человек, а меня, бедя, не усердит. Давайте, мы будем то вместе, мы будем то сприньми, попытать, мы его потапец мэка, 上面 праве, есть приводов в попытах, не, пробуем вниз. Как раз выполняется. Как раз выполняется. Как раз выполняется. Как раз выполняется. что все, кто сейчас в эфире, все понимают, что происходит. Это такая показательная акция устрашения всех остальных, чтобы люди не хотели отстаивать свои права, чтобы в нашей стране забыли о демократии, обо всех этих, значит, европейских ценностях. Ну, это диктатурка, вот она так плавненько в нашу жизнь входит, благодаря таким вот товарищам, как вот Полонько, вот он стоит с Юрием Ивановичем общается. Это человек, который ответственный за все это дело, который пытается натянуть САУ на глобус. Ну, так как, друзья, время все расставит по местам однозначно, то, что сейчас, я так понимаю, дали зеленый свет, вот лишь бы позатыкать рты, и мы это тоже понимаем, ну, за это придется отвечать, он взял ответственность. Поэтому я думаю, что сейчас сделаем перерыв, и через полчаса уже на вынесение решения, ухвалы, выйдем в эфир. Поэтому через полчаса увидимся. Теперь, смотрите, меня хотят... Народ, вношу коррективы, так бывает, был там, ну, не дослышал, не расслышал, и в итоге не понял. Значит, я подумал, что отклонили как раз ходатайство СБУшников, да, они хотели продлить досудебное расследование, а, значит, отклонили как раз ходатайство моего адвоката, который хотел вернуть, значит, СБУшникам их ходатайство, чтобы они его доработали и, значит, переписали. Вот. И, соответственно, тут мне не сказать, что это какая-то наша победа, поэтому завтра будет продолжение, завтра, я так понимаю, будут рассматривать какие-то аргументы, и будет еще решение, значит. Ну, вот так вот, вот так бывает, друзья, завтра в 10.30 Соломинский районный суд будет продолжение. Я уже было подумал, что мы тут эпизодическую победу получили, ну, вот так вот, исправим.